МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите специальный выпуск новостей «Итоги года» в студии Елены Токмина. Здравствуйте! Сегодня в программе. Високосный год. Для Ангарска он был неспокойным. То и дело бушевали пожары. Произошло несколько громких преступлений. Ликие политики. В этом году сменилась не только городская, но и областная власть. И роль личности в истории. Кто в этом году внес собственный вклад в городские события. Как встретишь, так и проведешь. Известная поговорка в уходящем 2012 году вполне адекватна ситуации с пожарами в городе и районе. Печальный счет был открыт уже 1 января, когда в Байкальске сгорело внушительное по площади помещение станции технического обслуживания. В течение года огнеборцы были вынуждены несколько раз объявлять режим готовность номер один. А месяц назад дело чуть было не дошло до введения особого противопожарного режима. За неделю в огне сгорели четверо ангарчан и еще четверо получили ожоги. Самым крупным ЧП первого полугодия, несомненно, оказался пожар, случившийся в канун Рождества в клубе-ресторане Берлога. Все произошло около двух часов ночи, когда в кафе были посетители. К счастью, из людей и обслуживающего персонала ожогов и серьезных повреждений не получил никто. Зато серьезно пострадали все четыре этажа торгово-развлекательного комплекса. На последнем и располагалась злополучная Берлога. Материальный ущерб был нанесен и посетителям клуба. Многие отдыхавшие остались без верхней одежды, которая сгорела в огне. По прибытию к месту личный состав занимался эвакуацией людей. Вообще, в БУ на 62 человека, пострадавших, погибших нет. Сейчас работаем по первому номеру на момент. На пожаре работают две автолестницы и пять автоцистерн 3-го отряда федеральной предпожарной службы. По прибытию, значит, площадь пожара 120 квадратных метров. Сейчас, получается, вы видите, распространилась по четвертому этажу, как раз в здании в кафе. Локализация была дана уже. Сейчас, получается, работаем и дадим ликвидацию дана пожара. Печальные итоги второго полугодия открыло крупное ЧП, которое произошло 3 июля утром. Рвануло на территории нефтебазы ЗАО «Дельтаком», располагающейся в промышленной зоне. Там сначала взорвалось, а потом загорелось подземное хранилище, в котором на тот момент находилось около 500 кубометров нефтепродукта. Печальный список погибших в огне тогда пополнили два молодых сотрудника нефтебазы, которые до сих пор числятся пропавшими без вести. На место происшествия неземительного были подняты следственная оперативная группа и направлены наряды полиции. В настоящее время после ликвидации пожара будем производить разбор и причину возгорания, после чего все материалы будут направлены в следственный комитет, в следственный отдел по городу Ангарск. Сложная обстановка с пожарами в Ангарском районе в ноябре вынудила КЧС несколько раз собираться на экстренных совещаниях, чтобы принимать неотложные меры. Два возгорания, которые унесли жизни четверых ангарчан, случились с перерывом в пять дней и оба в садоводствах. 21 ноября сгорел дачный домик в Мегете. В огне погибли женщины и ребенок. 26 ноября пожар случился в самовольной постройке на берегу Ангары. В 2.022 в ходе тушения пожара и разбора строительных конструкций пожарными во главе с командиром отделения ПЧ-60 в жилой комнате на полу обнаружены обгоревшие трупы предположительно Филипова Алексея Юрьевича, 1988 года рождения, и Кунца Александра Ивановича. Год рождения устанавливается, социальное положение устанавливается. Подводя итоги года, нельзя не сказать, что по сравнению с 2011 Мангарск горел чаще. Всего в уходящем году на момент 28 декабря произошло 215 пожаров, тогда как в прошлом году – 197. В огне 27 человек были травмированы и 11 погибли. Самые громкие преступления в уходящем году начались летом. 25 июля на заправке ОМНИ был убит охранник, который героически не впускал банду гравителей в помещение. Уже в сентябре преступная группировка была арестована. Все преступники были задержаны, в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания и дают признательные показания. Предварительно установлено причастность к ряду серьезных преступлений, разбойных нападений, убийств, а также совершению краш и хищению автомототранспорта. В августе наш город взволновала еще одна страшная новость – о появившемся маньяке. Задержать педофила помогла информация от горожан. В ноябре неизвестный напал на депутата городской думы директора газеты «Мой Ангарск» Ирину Сутырину. Это побудило депутатов обратиться к губернатору с просьбой обратить внимание на криминогенную обстановку в городе. 13 декабря в подъезде одного из домов 107-го квартала на женщину напал грабитель. Он украл более 6 миллионов рублей. И буквально на прошлой неделе ангарчан потрясло еще одно сообщение. Из перинатального центра похищен младенец. Благодаря оперативной работе полицейских и бдительности горожан девочку вернули матери. Одним из главных политических мероприятий года стал референдум. Тема объединения города и района в единый округ муссировалась в течение всего года. Давно известно, что закон не дает однозначных схем по объединению. Однако городские власти все-таки вынесли вопрос на всеобщее голосование. Весной 2012-го 84% жителей высказались за округ. Но вопрос так и остался открытым. Движение в сторону объединения продолжает уже новая власть. В ноябре ангарская делегация побывала в городе Лысьво, чтобы перенять опыт объединения территорий. Помимо встреч мы провели уже и совещание с представителями поселений. Были главы поселений, представители дом. И для себя мы накидали план работы, по которому будем двигаться. По ходу, конечно, будет корректироваться. Но чтобы все нормально прошло, мы где-то должны на результат выйти ближе к маю. Оценки мартовскому голосованию выносят до сих пор. В одном из недавних выпусков газета «Время», цитируя главу города Владимира Жукова, назвала референдум самой крупной политической аферой последних лет. Не менее важным событием в уходящем году стало назначение нового губернатора Иркутской области. После отставки Дмитрия Мезенцева главой региона стал Сергей Ерощенко. До этого он занимал должность президента компании «Истленд». Приоритетные направления своей работы глава региона обозначил сразу же после назначения. Наша область обладает все-таки ресурсным потенциалом, промышленным, научным потенциалом. Должна занимать более достойное место среди регионов Российской Федерации. Политические и экономические круги области, а также общественность, в целом позитивно отреагировали на это назначение. Впервые после долгого перерыва губернатором стал человек из своих, то есть житель нашего региона. Ну а в перспективе губернатора в связи с изменениями в федеральном законодательстве будут избирать напрямую. 14 октября 2012 года ангарчане голосовали за главу города и новый состав Думы. Компания этого года оказалась довольно тяжелой как для кандидатов, так и для населения. Однако ангарчане все-таки проявили гражданскую позицию. Эти выборы отличались от предыдущих большим количеством кандидатов. На кресло главы изначально претендовали 13 человек, но до дня голосования дошли 5. Что касается выборов в городской думе, здесь финишировали почти все кандидаты. В итоге среди желающих занять место в городской думе оказалось 185 человек. Еще одно новшество этих выборов – использование комплексов электронной обработки бюллетеней, которые были установлены на 17 избирательных участках. Это было решено провести голосование с помощью КАИБов только в одном округе. Но тестирование сегодня утром прошло нормально, бюллетени проходят. Так что я сама голосовала на участке, где электронное голосование мне понравилось. На участках отмечали низкую явку избирателей. Часто причиной называли плохие погодные условия. В этот день был мороз и снегопад. Количество избирателей, мы уже знаем, сколько проголосовало. То есть на сегодняшний момент, вот на 13 часов, у нас проголосовало 13% населения. В целом выборы в Ангарске прошли без серьезных нарушений. Уже под утро 15 октября стали известны итоги голосования. Главой города стал Владимир Жуков. Его инаугурация состоялась 20 октября. Марина Тенгова, итоги года. В течение всего года большой резонанс общественности вызывала деятельность так называемой группы оппозиционных депутатов. Она, по сути, саботировала и затягивала принятие решений районной думы. В ноябре ситуация окончательно зашла в тупик. Из-за отсутствия кворума и противостояния депутатов заседания срывались. Депутаты до сих пор не могут выбрать мэра. На каждом заседании думы, и в том числе внеочередных, мы будем все равно кропотливо каждый раз выбирать мэру. Пока прокуратура не будет воздействовать на данную ситуацию. Прокуратура будет достаточно полномочий для того, чтобы выйти в суд и признать Думу ангарского муниципального образования бездействующей. В соответствии с этим принимается решение о распуске. На фоне собственного кризиса в конце года Дума ОМО все-таки успела принять бюджет. Однако с самым высоким за всю историю муниципалитетов области дефицитом в 24,3%. Закон это запрещает, так что решение наверняка оспорит прокуратура. Большие перемены грядут в медицинской сфере. С 1 января 2013 года все лечебные учреждения Ангарска переходят в ведение Министерства здравоохранения Иркутской области. Для населения, как говорят, ничего не меняется. Жители Ангарска, Мегета, Одинска и Саватеевки будут получать медицинские услуги в полном объеме. Те же самые лечебные учреждения остаются на территории, те же самые коллективы, все то же самое. Все те услуги, которые оказываются и в дальнейшем будут развиваться. То есть население наше иметь должно качественную медицинскую помощь, доступную медицинскую помощь. То есть это основа. Почти у всех больниц и поликлиник меняется собственник. Исключение составит лечебно-диагностический центр, так как это учреждение состоит в арендных отношениях с КУМИ. Управление здравоохранения с января нового года преобразуется в отдел Министерства здравоохранения по организации медицинской помощи Ангарску и Ангарскому району. В культурной сфере в этом году произошло несколько важных событий. В декабре после капитального ремонта распахнул свои двери ДК нефтехимиков. Работы здесь начались в апреле уходящего года. Сегодня полностью отремонтированы кабинеты и помещения театра «Чудак». Новыми красками заиграл и главный зал дворца. В колонном зале обновлен паркет. Все уникальные архитектурные формы ДК сохранены в первозданном виде. Поэтому, конечно же, я думаю, что все с таким нетерпением, с такой радостью сегодня ожидали, с такой радостью сегодня встречают открытие, что это, я думаю, праздник огромный для всех. И для наших ребят, и для руководителей, для работников дворца, для горожан. Но для всех, кто жить не может без культуры, это, конечно, огромный праздник. Капитального ремонта во дворце никогда не проводили. И сейчас нефтехимик, визитная карточка Ангарска, переживает второе рождение. Нельзя не отметить и еще одну важную веху в культурной среде. Это Всероссийский фестиваль кино. Он впервые прошел в Ангарске этой осенью. 70 конкурсных заявок, поданных в Иркутской области – это рекордное количество работ за всю пятилетнюю историю проекта. Честно вам скажу, испытала просто глубокое удовлетворение от того, что происходило в зале, от тех работ, которые мы смотрели. Я вдруг в очередной раз убедилась, что у нас замечательная молодежь. С мозгами, с сердцем, с чувствами, с перспективой. И, в общем, понимая, что ничего не рухнет после нас, все будет замечательно. Уровень конкурсных киноработ пока в основном любительский, а в номинациях преобладали фильмы о родном крае. Но участники все же постарались затронуть в своем творчестве и серьезные темы. Один из таких фильмов отдали больше, чем могли, и стал победителем фестиваля. В нашей программе мы часто рассказываем о людях, поступки которых вызвали общественный резонанс. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию итоговый сюжет об ангарчанах, которые нас удивили в этом году. В 2012 году было много политических событий. Многие их участники проявили себя неординарно. Например, в канун дня голосования к ангарчанам обратился тогда еще действующий глава города Леонид Михайлов. В эфире нашей программы он подвел итоги своей работы за 4 года, поблагодарил за доверие и фактически попрощался с ангарчанами в своем прежнем статусе. Такого до него не делал никто. Спасибо вам, дорогие ангарчане, за то высокое доверие, которое вы оказали мне в 2007 году и за огромную поддержку, которую я ощущал все эти годы. Спасибо вам, ангарчане. Были среди политических фигур и такие, кто вел себя не вполне адекватно. Так, например, у сотрудников следственного отдела возникли сомнения в состоянии психического здоровья депутата районной думы. Александра Горобца вывели из зала заседаний в принудительном порядке. Этот факт поставил в тупик общественность. И наоборот, приятно удивили ангарчан в этом году работники образования. Наши учителя стали призерами и победителями различных областных конкурсов и олимпиад. А воспитатель детского сада номер 19 Ирина Петрова вошла в десятку лучших педагогов страны. В ноябре этого года в столице прошел конкурс, где ангарчанка удивила жюри своим талантом и неординарным подходом к профессии. Я представляла опыт по работе с детьми логопедической группе по экспериментированию. То есть это была и теоретическая часть этому посвящена. И было очень интересное занятие, где дети экспериментировали с солью, делали разные опыты, очень увлекательно, интересно. А уже в конце этого года невозможно было не отметить успехи представителей подрастающего поколения ангарчан. 12-летний ученик первой гимназии Никита Быков в ноябре этого года вошел в тройку лучших оригамистов мира. На престижной международной олимпиаде он обошел более 200 взрослых и опытных участников. После того, как я научился оригами, мне стало очень интересно. Я зарегистрировался в интернете на форуме Love Origami Info. Там взрослые люди общаются между собой, устраивают конкурсы. В этом году заметнее стали представители общественных движений. Благотворительные фонды «Близко к сердцу», «Капли добра», «Новый Ангарск», «Семьи и детям» провели десятки мероприятий и концертов. В крупных торговых центрах Ангарска появились ящики для сбора средств на лечение тяжелобольных детей и строительство ангарского хосписа. Контейнеры для пожертвований установили в крупных торговых центрах и ангарские защитники бездомных животных. Они объединили свои усилия и создали сразу три организации. Мы помогаем бездомным животным как за свой счет, так и за ящики накопителей наши стоят. Ящики накопителей у нас стоят в ветклиниках, в ветдоктор 278 квартал, в аптеках комиксовских и в магазинах «Леди стиль». И очень удивили нас в этом високосном году сами ангарчане. 29 февраля появились на свет семь мальчиков и пять девочек. Это неординарное событие отмечали в городском отделе ЗАГС. Я считаю, что это для родителей, для детей незабываемый такой момент в жизни, который пройдет с ними через всю их жизнь. Они всегда будут помнить об этом дне, хотя день рождения, по сути, у них раз в четыре года. Наталья Зарубина. Местное время. Ну и, конечно, мы не смогли обойти вниманием тему юбилея. Телекомпании «Артис» в этом году исполнилось 20 лет. 2 ноября масштабное торжество проходило во Дворце культуры «Современник». Вспомним, как это было. Зрительный зал был полон. С первых минут вечера гости погрузились в атмосферу 20-летней давности, когда в Ангарске появилось телевидение и его первые программы. Именно так, ну или примерно так, радовались жители города Ангарска 20 лет назад, когда у нас появился телеканал. Телекомпания «Артис». В этот вечер вспомнили, как зарождалась телекомпания, какие люди здесь работали и продолжают трудиться по сей день. Среди первых сотрудников Юлия Мещерякова, ныне директор дирекции по развитию региональных сетей телеканала РЕН-ТВ, сетевого партнера «Артиса». 92-й год, с чего же начиналось телевидение, покупали кассеты в киосках и ставили для наших телезрителей любимые фильмы. И в 98-м году началась наша общая история с телевизионным каналом РЕН-ТВ, когда был подписан как раз сетевой договор. И вот с 98-го года по сегодняшний день мы вместе с вами, вместе с нашей любимой телекомпанией «Артис». Многих гостей интересовала, как расшифровывается аббревиатура «Артис» и почему выбрано именно это название. Согласно техническому названию «Артис» – это ангарские кабельные телевизионные информационные сети. Если, так сказать, символическое значение, то в переводе с греческого – «Восходящая звезда». Я думаю, что звезда взошла достаточно четко, ясно и светит весело и светло всем. Присутствующие вспомнили все проекты телекомпании «Артис», которые были подготовлены ее коллективом в юбилейный год. Это телемарафон «Умножим храма красоту», «Зажги свою звезду», «Мой театр», «Сотвори благо» со своими руками и многие другие. Гостям вечера, которые всегда плотно взаимодействовали с телекомпанией, вручили юбилейные медали. Весь вечер на сцене ДК выступали творческие коллективы нашего города. По окончании торжества бывшие и действующие сотрудники «Артиса» исполнили гимн телекомпании вместе с его автором – ангарским композитором Евгением Якушенко. А завершился вечер праздничным салютом. Ангарский актис, всегда мы вместе. Ангарский актис, все впереди. С тобою актис, жить интересно. Как сердце вьешься, ты в груди. Как сердце вьешься, ты в груди. Марина Итингоа, итоги года. В течение всей недели на сайте нашего телеканала шло голосование. Мы предлагали зрителям выбрать событие, которое, на их взгляд, было самым важным в уходящем году. И оказалось, что больше всего 36% высказались по поводу конца света по календарю мая. На втором месте по 18% оказались выборы главы города и ремонт ДК нефтехимиков. И третью позицию заняли те, кто вообще не смог выбрать важные события года. И таким был уходящий год. Сверяйте часы с телеканалом Акти. С 31 декабря в 23.55 выйдет в эфир программа «С Новым годом Ангарск». Ну а следующий выпуск новостей смотрите уже после каникул 9 января. Всего вам доброго и с наступающим.